Мы продолжаем рассказывать истории телезрителей, у которых в жизни произошли чудеса. Для Дмитрия чудо это то, что он сейчас жив. На него было совершено нападение прямо перед дверью собственной квартиры. Его расстреляли в упор. Врачи обнаружили 11 пуль. Для многих Дмитрий до сих пор остается мертвым. Он боится повторного покушения. Только нам он согласился рассказать, как вернулся обратно к жизни совершенно другим человеком. Он просто черный. Вот как смотреть в черное. А потом я услышал музыку. Музыку приятную очень такую. Она шла откуда-то сверху. Музыка, музыка, музыка. Мне не хотелось вообще выходить из этого состояния. Я готов был слушать эту музыку постоянно. Из тела Дмитрия хирурги вынули 6 пуль. Еще 4, застрявшие в области легких, оставили на месте, опасаясь, что такой операции пациент не перенесет. Очнулся я от ударов очень сильных. Меня били по щекам. Я открыл глаза. Очень яркий свет. Я увидел людей в этих больничных халатах. Я не помню, почему меня бьют. Что происходит вообще? Вскоре в местных газетах появилась статья, где говорилось о покушении на Дмитрия. И о том, что шансов выжить у него практически нет. Ни Дмитрий, ни его жена не стали опровергать эту информацию. Как только Дмитрия выписали, они тайком уехали из страны в Финляндию. Теперь для большинства друзей и знакомых Дмитрий был мертв. Это и многие другие откровенные признания вы можете найти в разделе «Истории телезрителей» на нашем сайте. Также мы ждем ваши свидетельства о чудесах по адресу главредсобачка.tbnrussia.org или по телефону колл-центра ТБН. Они обязательно появятся в нашем эфире.